НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ Для того, чтобы компенсировать издержки, которые выпали в связи с кризисом, приходится прибегать к источникам финансирования. Источник финансирования, к сожалению, ограничен. Это, во-первых, конечно, заемные средства и собственные средства компаний. Ну, если теперь возникла ситуация с ростом цен, это свидетельство о том, что собственных резервов у нефтедобывающих, газобывающих компаний незначительные. Исходя из этого, возникает вопрос внешнего финансирования. Нет, видимо, источник внешнего кредитования, собственно, привлечения кредитов явно уже не срабатывает. Поэтому остается главный источник. Это, конечно, мы потребители. Отсюда, собственно говоря, было принято такое решение. От этого выигрывает, наверное, и сама компания, которая повышает цены. От этого выигрывает и бюджет, который тоже должен функционировать. Плохо это, хорошо сказать, сложно, потому что и без государства, и без работы наших главных бюджетнообразующих отраслей трудно представить будущее развитие страны. Мы были свидетели к тому, что запрещен экспорт углеводородного сырья в Россию в данном случае, там, где цена на топливо гораздо ниже. Исходя из этого, я думаю, что эта тенденция, наверное, все-таки сохранится. Редактор субтитров А.Семкин